Приветствуем вас в мастерской Ильичевых. Начинаем серию рождественских историй. Маленькие картины, которые поместятся на вот таких вот холстиках в начале. Это будут шпаргалочки для написания более больших картин. Всего их четыре. И задумаемся, какая работа приносит счастье человеку в праздничные рождественские дни. Это, конечно, творчество в любых его проявлениях. Украсить гостиную своего дома или испечь вкуснейший торт к праздничному столу. Научиться мастерски кататься на коньках или написать несколько прелестных картин. Выбирайте. Если вы желаете на долгое время сохранить дух Рождества, то путь визуального искусства живописи самый приемлемый. В этом вы не будете одиноки, так как множество художников будут получать знания и писать картины вслед за учителями. Это действие станет вашей любимой привычкой. Все самые интересные рождественские и новогодние истории превращать в картины. И вот наша первая картина будет называться «Мягкое приземление». Как обычно, мы всегда вас просим, чтобы вы писали маленькое эссе к картине. Но шпаргалки, конечно, мы первый раз будем делать. И вы посмотрите, что эти шпаргалочки тоже можно использовать как маленькие картины для подарочков. «Мягкое приземление», однофигурная композиция. Кто из подростков не мечтал о волшебной фее, которая прилетит из загадочной дали и исполнит заветное желание? Для любой девочки это, конечно, прелестное бальное платье и серебряные туфельки. Ну а если на горизонте появится принц, то придуманному счастью не будет предела. И мы с вами попробуем на фоне голубого облачного неба. «Написать нарядную девушку с волшебным зонтиком». Вот здесь зонтик поставим, она типа на нем приземлилась. Ее остроносые туфельки еле касаются земли, а руки в высоких белоснежных перчатках совершают загадочные таинственные движения. Наша картина в итоге будет 30 на 40, чтобы вы успели за нами написать за три часа. Но к ней нужна шпаргалка, которую мы сейчас исполним. Вот у нас такая девушка. Но мы с вами сначала сделаем подмалевочек. Девушка нарисована с натуры в какие-то 2013-14 года в Одессе. И Владимиром подправлено под анатомический светотеневой рисунок освещение сверху и справа. Начнем делать подмалевочек. Возьмите кисточку. Возьмите колонковую кисточку. Холстик у нас для шпаргалки цветового наброска. 24 на 18. И давайте попробуем. Белила. Наша техника. Блайтен Сокс. Белила. Композиционный центр у нас будет вот здесь. Значит, сюда мы возьмем что-нибудь потемнее. Давайте сразу вот плоская колонковая кисточка. Что-нибудь потемнее. Типа, типа-типа. Арарат. Охра золотистая. Марс. Голландский принцип. Отсюда свет, значит, здесь потемнее будет. Фон. Так, я вот охрочку запущу вот сюда, вот в середину. Там, где сама фея будет. Мягкое приземление. Она на зонтике приземлилась. Так, и... Марсика немножко. Знаете, где Марсик? Давайте в районе землицы. Она приземлилась. И вот здесь наверху. Кобальт фиолетовый. Я кобальт фиолетовый вам советую выдавить на тарелочку. И... Секундочку. Я эту тарелочку вот так оставлю себе чистую. Кобальт фиолетовый вот именно на... На другие красочки накидывайте. Так. Еще чуть-чуть кобальтика фиолетовенького. И... Ультрамаринчика немножко на территорию неба. Она же с небес спустилась. Кобальтика фиолетовенького сюда. Коловковая кисточка. Давайте сразу возьмем носочек, который будет нам помогать. Ухра золотистая вот там, где лицо ее. Там, где рука ее. И давайте сразу же фон. Добавляем, если какой-то красочки не хватает. Соединяем красочки между собой. Охорочки сюда еще на ее ножки. И землица Марс. Марс, кобальт фиолетовый землица. Давайте на палитрочку выдавим себе тоже раз, два, три белила. Будем брать белила для того, чтобы, допустим, небо высветлить немного. А то уже нельзя, чтобы все было прям черное. Правильно? Давайте мы еще добавим кобальтика фиолетового вот сюда. Вот как раньше художники эпохи Возрождения, умные художники, делали картины большие. Сначала они делали рисунки с натуры. Обязательно. Нет, сначала они делали зарисовочки. Потом зарисовочки мыслей. Потом они искали натуру. И с натуры делали четкие зарисовки того, что должны... Тех людей, которые должны были фигурировать в картине. И потом они делали цветовые нашлепки по цвету. Что должно быть? Сейчас, секундочку, я... Мы сейчас с вами... У нас уже рисунок есть, сделанный с натуры и по воображению. А теперь мы с вами цветовое решение. И вот сейчас еще немножко кобальтика фиолета Винькова с ультрамаринчиком. И лезвиком давайте поработаем. Такую, знаете, шпаргалочку сделаем для того, чтобы потом легче нам было писать большую работу. Световую шпаргалочку. Еще мне надо газета, которую я не вижу. Вово, наверное, вот здесь есть газета. Вот на этой пилочке. Спасибо. Газетку. Кулечек. Формируем. Уголки отрываем. И начнем с середины. Я думаю, что надо немного землю подспустить вниз, чтобы низкий горизонт сделать. Ультрамарин кобальт фиолетовый. Как будто вот она приземлилась только что на землю, да? И еще вдобавок вот он, да, такой цвет земли. Марс разбеленный. Смотрите, да, какой хороший. Сильно много не будем это мучить. И отрываем шпаргалочку. Небо. И вот землица, тоже освещенная солнцем немного. Такое вот, знаете, мистическое состояние, когда колдовство происходит. Так, теперь, теперь. Хоть немного давайте сделаем так называемое мраморное глянцевание, чтобы не было сильно большого пастоза перпендикулярно. Прижмем чистым линейком. Так, ну, эти кусочки. Вот смотрите, кобальт фиолетовый. Как здесь ему нехорошо, да, чистому кобальту фиолетовому быть. Чистому ультрамарину тоже здесь опасно находиться. И вот в сторону. Вы скажете, опять та же самая гамма. Ну, у всех художников, как бы, гаммы очень похожи. Вот. Потому что люди пользуются своими красками привычными. Вот видите, я небо немножко укрепляю. О, всегда надо. Подправить немного. Светлое холодное небо и горячий, тяжелый, темный пол. Или, ну, на чем она там приземлилась. Может быть, она приземлилась на поле какое-то. Или на поляну, да. Ну, посмотрим или на горную местность. Не забываем лезвики вытирать. И нам сейчас надо с вами остро-остро поточить карандашик. Простой, тверденький. И передавить ту фигурку, которая была сделана давно. И сейчас она, наконец-то, нашла свое применение в живописи. Давайте посмотрим, как она сядет у нас. Всегда, когда спечатываете себе рисуночки, которые вы передавливаете, всегда надо спечатывать два рисунка. Один для того, чтобы передавить, а второй для того, чтобы срисовывать с него. Сейчас очечки более сильные. И давайте. Сразу себе программируем, что свет справа. И тени, которые нарисовал Владимир, обязательно тоже передавливаем. Еще хочется больше подточить карандашик. Одна студентка передавливала ручкой шариковой. Тоже можно попробовать тогда. Тоненькая получается полосочка. А тогда как знать, что передавил, а что нет? Подожди, чтобы не съехало. Вот он. Так. Держим, держим, чтобы ничего не съехало. Ушко. Так. Шеечка. Падающая тень у нас. Слева и сверху. Вот здесь у нее такой бант большой. И вот такие волосы, да, длинные. Так. Шеечка. Трехглавая. Локоток. Вот эти знаменитые вовины, овалы. Собственные тени тоже, ну, как бы просматривайте. Овалы тоже рисуем, потому что нам они понадобятся, когда будем протирать. Ну, смотрите, шпаргалки-то шпаргалками, но мы же с вами прекрасно понимаем, что маленькая картина тоже является произведением искусства. Овалы получите предплечье. Зонтик пририсуем потом. Так, ну, во всякий случай, давайте вот, пусть она вот так и облокотится на что-то, да, но вот здесь, мне кажется, надо будет такой зонтик сделать. И вот ключички и грудь. Падающая тень на торс. Очень красиво ложится. Падающая тень от торса. Под грудью падающая тень, полутон. Так, и вот обязательно талию, талию, потому что талия – это место соединения торса и таза. Так, вот она, видите, какой у нее шаг, активный шаг. Так, это все тоже делаем. Я думаю, что мы ей платьица сделаем поактивнее. Но ножки должны быть под платьицем, как бы просвечиваться обязательно. Давайте. Правая ножка. Обязательно ей сделаем каблучок. Обязательно. Поэтому чуть-чуть измените стопу. Щелочек. Пяточка. Вторую ножку. Она, видите, такая фея эта. Шкодная такая. Хочет любые желания исполнять. К кому она там прилетела? Ну, какие могут быть желания у девочек, мальчиков на Рождество? Наверное, чтобы мама с папой любили их. Так, коленочка. И чтобы сказки рассказывали на ночь. Ну, вроде бы все. Если что-то прозевали... Ничего страшного. Вот она. Видите? Вот она. Ну, что мы сегодня можем сделать в этой шпаргалочке? Мы можем с вами протереть свет. Так, сейчас я ее закреплю. Очень сильно закреплю. И мы с вами аккуратненько протрем свет. Для того, чтобы протереть свет, надо вот эту вот так где-то прицепить, чтобы она нам позировала. Как же ее прицепить? Носочек на руку давайте. Начнем с бантика. Так. Протираем. Ну, до этого вы понимаете, что надо холстик зачистить. И если он не очень хорошего качества, взять его, прокрыть еще грунтом. Акриловый грунт продается. И опять зачистить. Свет справа. Так. Лицо. Лицо. Вот оно, наше лицо. О, отлично. Шеечка. Быстро. Мы это все будем очень быстро делать, потому что нам очень важно себе подготовить шпаргалочку. Это еще не сама картина, а такая подсказочка к ней. Так. Свет на плече, на предплечье и на кисти. Вторая рученька пошла туда, в тенюшку. Там сильно не будет света. Немного. И давайте сразу мы облокотим зонтик. Давайте. Вот. Облокотим зонтик. Знаете, он такой будет с ручечкой, с такой. Хоп. 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 Ну, как типа Мэри Поппинс. Только у каждой девочки, у каждого мальчика свой образ. Феи. Некоторые хотят молоденьких девушек иметь в виде феи. Некоторые хотят иметь пожилых дам. Ну, вот, типа бабушек. А некоторые хотят видеть даже в виде феи какого-нибудь тренера по плаванию, допустим, который научит их на воде чудеса показывать. Так. Свет справа. Мы с вами протрем, а завтра на мастер-классе мы немножечко наберем по цвету. Я предлагаю ее сделать в корсете. Давайте мы сразу цвет корсета с вами сейчас подберем. Чтобы ориентироваться, я возьму изумрудочку и кроплак розовый. Попробую цвет корсетика уже набросать. Так, еще чуть больше розовенького туда. Как бы сразу цветовую гамму закомандовать и подспустить ее сюда. Ну, конечно, белые перчаточки мы ей оденем. Она должна быть нарядная. вот такой цвет. Вы знаете, получился как сирень. А сами давайте немножко подправим небо. Давайте намесим небо себе еще раз. Ультрамаринчик обольт фиолетовый. И вот сюда откуда она спустилась, да? Еще чуть-чуть кобальтика фиолетового туда. Здесь можно прям без разбелок потемнее сделать небо. Голландский принцип. Сразу по чуть-чуть убираем полосочки. кроплачок розовый. Кроплачок розовый. Изумрудочка. вот он, да? Потемнее корсетик вот здесь с этой стороны, да? Корсетик сделаем красивенько. так, а теперь, а теперь вот это тоже, вот это тоже часть корсетика будет, да? Вот на бедро пошло. вот на бедро. Так, теперь давайте ножки, а потом сделаем ей юбку такую хорошую. Давайте сразу же зонтик обозначим, да? Допустим, кроплак ультрамарин по цвету давайте его обозначим. еще мы вот такие композиции называли фея красная туфелька. Так, теперь ножки, ножки давайте протрем. И обязательно ей оденем туфельки. Давайте протираем по объему как у Володи рисунок сделанный, так, и промокаем немного нашу передавочку вот вот а здесь и делаем красные туфельки как мне красный белила. Вот пусть будет вот такой цвет. Просто нажмите поставьте такой знаете мазочек и здесь икра так голень пяточка коленка и у второй ножки чуть-чуть меньше света там будет она в тени вот так я думаю что зонтик тоже надо через кадмий красный тянуть надо же поддержку этим туфелькам дать. Шо опять икра коленочка в теньку ноги не залазим и вот у нас с вами вот так промокните немножко вот эти падающие у нас с вами организовалось вот такое вот действие там где сейчас давайте марс кобальт фиолетовый сейчас секундочку выдавлю все кобальта фиолетового марс кобальт фиолетовый сразу же сделаем падающую тень секундочку на земле марс кобальт фиолетовый свет справа значит вот где падающая будет да давайте устойчивый сделаем ее походочку вот она приземлилась да хорошо конечно же когда мы будем писать ее завтра то обязательно сделаем ей юбку пышную вот такую да может быть она будет сзади эта юбочка может спереди но уже хорошо что у нее есть такой устойчивый походняк правда же она уверена в своих действиях что она детям принесет счастье немножко за правой ножкой сделаю как будто бы там падающая тень есть как будто бы мы там все равно сейчас не будем а завтра сделаем удерскерт юбочки и уберем этот столик уберем все вот я думаю что на завтра нам готов такой нашлепочек который нам завтра надо будет закончить я чуть поприжимаю дикие мазочки и вот ждем завтрашнего дня для того чтобы дописать эту работку и превратить ее в маленькое прелестное рождественское живописное произведение другое спасибо спасибо Продолжение следует...